Ну что, друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами немного покатаем на моём пятом аккаунте, и как вы сами видите, я тут себе, будучи пятым левелом, апнул девятую арену. Если говорить, ребята, вкратце о нашем сегодняшнем выпуске, то он будет довольно-таки насыщенный, потому что, ребята, дофармим сегодня королевский сундук. Посмотрим, что происходит на вот этой вот самой девятой арене. Также, ребята, что немаловажно, наконец-таки проапгрейдим себе шестой левел, потому что у меня была задача, будучи пятым левелом, добраться до арены в джунглях. Я это сделал, и теперь могу смело апать именно себе левел до шестого, и, в принципе, пытаться уже шестым левелом доковылять до, получается, десятой арены, до Кабанье горы, и надеюсь, что у меня всё получится. Поэтому, ребята, вот какие-то такие цели, довольно-довольно масштабные, как мне кажется, сегодня получается выпуск, поэтому огромная просьба поддержать его пальцем вверх, если вам несложно. Ну, а я, собственно, ребята, прямо при вас сейчас беру апы, вот эти вот самые стрелы до восьмого левела, что, безусловно, очень круто. Ну, и также, безусловно, ребята, получается очень круто то, что мы апаем шестой левел, и выглядит это вот таким вот образом. Всё, гип-гип, ура, наконец-то, это свершилось, собственно, нам сейчас будет играть немножко попроще, ну и, в принципе, не только проще нам будет играть из-за того, что вышки стали пожирнее, но из-за того, что, ребята, теперь у меня стрела восьмого левела, и я, наконец-таки, прям, блин, не поверите, серьёзно, наконец-таки, буду в ваншоте десятых мух. Скажете многие, да как здесь не так уж и много-то этих десятых мух, чтоб ты прям так радовался. Нет, ребята, их тут достаточно. Вот, пожалуйста, десятого левела Орда Миньонов у товарищей есть. Так, сейчас ещё покажу, где-то, где-то, где-то было, где-то, где-то было, попробую найти. Вот, десятые мухи, то есть, время от времени попадаются, и очень неприятно, когда ты их не ваншотишь, и теперь, ребята, у нас есть возможность давать ваншоты, поэтому это очень круто. Ладно, давайте, собственно, играть наш первый противник десятого левела. Посмотрим, друзья, что у нас сейчас получится с вами такого интересного сделать. Напоминаю то, что карта у меня явно слабее, чем у противника вообще у любого, поэтому играть будет, ну, не сказать, что прям легко. В любом случае, ребята, сейчас посмотрим. Так, я сейчас сижу и дожидаюсь от него какого-то хода. Он, в принципе, пока ничего такого и не делает, на самом-то деле. А, я понял, 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 братан тебя. Хорошо, тогда, ребята, сейчас, я думаю, разберем. Мы с вами все это добро тут и наброшу тогда пламенного дракона, чтобы как можно быстрее всю вот эту вот билиберду его разобрать. Ну, и, в принципе, я думаю, можно, знаете, что сейчас выдать? Мне кажется, можно сейчас выдать именно маленького дракончика. Он, в принципе, не попал под ракету, что очень приятно. Ну, и сейчас, ребята, будет попытка забрать тауру с помощью двух драконов. У нас, в принципе, как вы сами видите, пека не выжила, поэтому вся, абсолютно вся надежда ложится на двух этих самых зеленых товарищей. И почему-то пламенный дракон, блин, не заагрелся на тауру. Он отвлекался на скелетов, на ледяного духа, на лучниц, короче, на все то, на что именно не нужно было. Короче, сейчас немножко неудачно. Мы с вами отыграли, если честно, прям очень плохо. Если бы именно воткнулся бы пламенный дракон, а обычно дракончик занимался всей вот этой вот фигней, чем занимался наш пламенный, блин, вышки бы уже не было. Я серьезно вам говорю, ребята. Это тауру у противника мы бы тогда забрали просто вообще без всяких вопросов и рассуждений, обсуждений. Но имеем, что имеем, друзья мои, не расстраиваемся. В этот раз не забрали, значит, заберем в другой. Правильно? Я думаю, да. Поэтому давайте пытаться. Так, друзья, осторожно. Я, наверное, сейчас брошу к пекарю колдуна. По-моему, задумка довольно неплохая, чтобы он спокойно-таки проходил и не боялся всякой мелочи от противника. Ну, а тут, ребята, я, значит, набрасываю вот такое вот кладбище, и мы с вами смотрим на то, что у нас тут получается сделать. А как мы с вами видим, получается что-то, мягко говоря, фигня какая-то. Блин, мне не нравится то, что я сейчас вижу, если честно, друзья. Мне сейчас вообще не нравится то, что я только что увидел. Пом, вообще лажа полная получилась. То есть, не, конечно, я ошибаюсь, возможно, и не так все и плохо, но мне что-то не зашло. Вообще, заход какой-то через кладбище получился не алё ни разу. Окей, окей, собрались, ребята. Продолжаем тогда тащить здесь, делаю вот так. Вот так я здесь, как вы сами видите, немножко его мортиру пропустил. Поэтому сейчас будем пытаться как-то выкручиваться с вами. Надеюсь, получится у нас с вами сейчас все вот это вот дело сделать. Смотрите, он там дал ракету. Вот это вот довольно опасно, на самом деле, момент. Сейчас, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, самое главное. 160 хп остаётся, ребят, давай-давай-давай, собрались. Собрались, 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 собрались. Тут я выдаю, значит, стрелы, ребята. Вот такие офигенные стрелы стилю. Разбираем у противника левый таур, наконец-таки, смотрите. Три, два, он не забирает? Вот это я понимаю. Слушайте, просто, друзья, божественная каточка. Я даже не знаю, что можно было бы добавить 31 трофей. Недостающая корона для королевского сундука. И просто, в целом, мега офигенно отыгранный бой. Я доволен. Серьёзно, ребята, скажу вам, я прям дико доволен. Давайте тогда по-быстрому откроем бесплатный сундучок, который у нас тут присутствует. Также, как вы сами видели, мы уже нафармили королевский. Поэтому давайте его также откроем. Он с девятой арены, поэтому есть шанс разблокировать какую-нибудь новую карту. Кстати, по поводу новых карт. Вот, во-первых, это новая карта, это раз. И, во-вторых, я уже здесь разблокировал себе банду гоблинов. Ну, это так, на самом деле, не особо-то и важно. Но, в любом случае, чтобы вы знали, она у меня есть. И, кстати, смотрите, ещё и молния. Чё-то как-то слишком много новых карт. Молния, конечно, была не с девятой арены. Но, в любом случае, согласитесь, приятно. То, что мы её разблочили. И это, в принципе, наверное, какое-то нам преимущество даст. Возможно, нет. Но, в любом случае, ладно, неважно. Полетели ребята тогда играть прямиком в следующий бой. Опять же, нас встречает в нём 10-й левел, что, на самом-то деле, довольно-таки, скажу вам я, неприятно. Потому что, ну, ребята, как вы сами понимаете, 4 уровня разницы в вышке, ну, мягко говоря, никого не радует. То есть, с таким именно противником бодаться, ну, мягко говоря, не самая лучшая задумка. Так, отлично. Сейчас я просто очень сильно боялся сплэша именно словить. Но, вроде как, всё получилось не так уж и плохо. Осторожно, ребята, дефаемся. Тут я наброшу, значит, вот такого вот пламенного дракона. Так, 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 осторожно. Чё-то какая-то каточка прям, на самом деле, мясистая. Мне даже немножко странно, страшно от того, что происходит. Давайте тут я, наверное, наброшу луков для уничтожения именно его пламенного дракона. И лучницы с пламиком справляются на ура. Так, ребята, у нас, в принципе, сейчас дела обстоят довольно неплохо. Но, признаться честно, меня напрягает то, что у противника есть спарки. Спарки, ребята, мы все с вами знаем то, что это довольно назойливая, неприятная карта. Будь у меня громовержец, вообще всё было бы прекрасно. Но, так как у меня нет грома в этой колоде, ууу, даже так. Ой, друзья, 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 слушайте, я даже не знаю, чего можно сказать по поводу того, что я только что увидел, а увидел я довольно много опасных моментов, пека четвертого левела, куча другой билиберды, я даже не знаю на самом-то деле, чем данная каточка закончится, но я уверен, более чем она будет действительно потная. Сейчас, ребята, придется 100% за победу здесь, ну, мягко говоря, просто разрываться на несколько, на несколько викингов, так, давайте вот так вот, ребят, сделаю, тут у меня пойдут луки, тихо-тихо, луки отвлекли внимание здесь вообще шикарным образом, после этого, ребят, я сбрасываю тогда рыцаря, который потанчит урон, ну и, в принципе, в идеале я бы здесь набросил кладбище, эликсир сейчас двойной начинается, поэтому я этим и занимаюсь, смотрите, противник выдает свою спарки, давай-давай-давай, осторожно, ребята, я думаю, есть смысл выдать стрелы. Вот таким вот макаром, осторожно, стрелы легли, дамажим, заметьте, очень хороший урон, выдаем по правому тауру, забайтили его на бревнишко, что для нас просто шикарно, осторожно, ребят, давайте в том же темпе продолжаем. Пламенный дракон для контринга, все вот это вот его фигни идет. Тут я, ребята, значит, смотри, что делаю, пошел пекарь у меня, значит, вот таким вот макаром, осторожно, разобрать спарки, самая главная задача разобрать спарки, мы с ней справляемся, друзья, на ура. Я делаю вот таким вот образом Я готовлю еще одно кладбище, которое вот тут вот И стелю готовые стрелы Стрелы летят именно здесь, чтобы разобрать миньонов И продамажить его палача Отлично, ребята, вы просто посмотрите на то, что творится Пламенный дракон просто без хп Подлетает к Тауру, начинает его жечь И как мы с вами видим, Таур банально ложится Вот это я понимаю замеса Вот просто посмотрите, ребята, на то, что происходит На карте Это просто невероятная победа Мне нечего сказать, ребята Однозначно достойная Лайка, каточка, мне понравилось Отыграли просто бомбезно с вами Нам бы еще пламенного дракона до второго левела Прокачать, то есть, в принципе, мы можем уже это Сделать, но голды, ребята Не хватает голды, а докупать За гема, 100 гемов Аж тратить на 2000 золота Ну, блин, на самом деле Как-то не камильфу, поэтому жду Очень сильно жду, пока получится накопить Еще два куска золота, и тогда, ребята Сразу же этого самого пламенного Дракона прокачаю, потому что он нам В пути на 3000 кубков Поможет однозначно Тихо-тихо-тихо, братан Ты что такой лютый, дерзкий Как пуля резкий Вы просто посмотрите, ребята Что он делает Самое главное шарик разобрать Отлично Мы с этим справляемся Но урона Че-то как-то Мягко говоря Многовастенько прошло Вам не кажется? Не, кто там Валька Блин, Валька Она мне, ребята Просто всю малину Сейчас испортила Валька Испортила вообще Всю малину Что только могла Ёлки ты палки Так, друзья Нужно срочно Что-то придумывать У противника Довольно неприятная колода Скажу вам так И надо бы как-то Выкрутиться И ситуация Которая здесь у нас Сложилась с вами И как бы можно Было бы выкрутиться Я, если честно Не знаю Стоп, давайте я сделаю Вот так Сейчас скелетики Немножко потанкуют урон И наш пламенный Попробует навалять люлей Но мы все с вами понимаем То, что Восьмой колдун Этого не позволит сделать К сожалению Мы, конечно, смотрите Выдали тут Какой-то демедж Очень-таки неплохой даже Но, ребята Этого нам, к сожалению Не хватает Пошел тогда здесь рыцарь У нас с вами Но вышка слева Все равно падает Тут вообще с этим Я ничего поделать не могу Сложно, ребята Блин Пятый шар Это очень сильная карта Я Я беспомощен Здесь просто Вообще ничего не могу сделать Просто не получается Восьмой колдун Пятый шар Это сильно Это реально сильно У меня не получается К сожалению Отпор давать Вы сами, ребята, видите Я действительно стараюсь Но Мягко говоря Ничего не получается Потому что Ну, извините меня Прокачка карт противника Дает о себе знать Тут уж как ни крути Сложно Серьезно, очень сложно Не получается, увы Опять же, как я сказал ранее Отыгрывать Здесь смотрите Еще и пламенный дракон Вот слева на пеку И просто пека у меня умирает К сожалению Это он сделал очень круто Это он сделал очень грамотно И я, ребята Ну, я опять же Беспомощен Я У меня вся вот атака Сводится на нет И смысл Смысл вот именно В том, что я сейчас Продолжаю тут что-то Пытаться делать Пытаюсь именно Атаковать Продолжаю вот этим Вот всеми делами Заниматься Ребят, смысла в этом На самом деле Как вы сами видите Никакого нет У противника Контра Абсолютно полная У него банда гоблинов Для нашего кладбища У него валька У него шар Которого мне довольно тяжело Останавливать И поэтому, ребята Я здесь абсолютно Как вы сами видите Ничегошеньки Ну вот Вот просто Ничегошеньки Не могу сделать Как бы оно грустно Не звучало Поэтому мы эту карточку Проиграем Не, я ему не отдам На самом деле Трешку Хотя бы я буду стараться Эту самую трешку Не отдать Но там уже Как мы сами видим Шар под рейджом летит И я вот Вот в этой ситуации Я абсолютно ничего Не могу сделать Поэтому, ребята Тут, ну не то чтобы Контрадек У меня просто не было ответа На, допустим Того же самого шарика Ответ был Но цикл карт Не заладился И поэтому получилась Такая фигня В каких-то местах Я еще тупил Но, в любом случае Это не важно Потому что самое главное Что мы сегодня Друзья мои С вами апнули Шестой левел Немножко покатали На девятой арене И посмотрели Что здесь происходит Ну и также Прокачали стрелы Потому что Восьмой стрелы Это очень годно Ну и сейчас Я начинаю собирать Именно Колдуна До шестого левела Чтобы вы не ваншотили Всякие там пиццы Фаерболами Ну и собственно Пламенного дракона Ребята тоже Совсем скоро будем апгрейдить Поэтому вот такие дела И вот такие вот Планы На этом, ребята Как вы сами понимаете Я собираюсь заканчивать Ролик Я благодарю вас За его просмотр Спасибо за лайк Спасибо за комментарий Очень, ребят Приятно, что поддерживаете Желаю вам успехов Побольше трофеев Поменьше слитых И побольше выигранных каток Ну и всего вам в целом Самого наилучшего Всем удачи, друзья И давайте Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok